всем привет настало время очередной занудопедии мы с вами должны разобрать до конца гранаты и приступим к жемчугу а потом наверное турмалины до после жемчуга жемчуга тоже много очень плюс у меня там есть практический материал когда я на ферме был по разведению обучался я там тоже много всего снял плюс у жемчуга знать в чем проблема в каждом месте где его выращивают там свои какие-то системы его оценки и сортировки и все остальное например мой преподаватель русский гемолог да расскажет мне одни там критерии а на ломбоке мне другие критерии рассказывали ну как бы я буду вам все выдавать вот со всех сторон да я думаю что в японии там тоже своим так вот мы с вами прошлой серии разобрали немножко про гранаты посмотрели замечательную таблицу вот еще раз посмотрите давайте коротко напомню что гранатов очень много переходных форм вот с одного конца от этого многоугольника до другого вот между ними посередке там есть гранаты которые вообще не поймешь что это за гранат какому виду гранатов он относится и я лично с этим сталкивался много раз что отдаешь один и тот же камень в разной лаборатории тебе пишут разные версии где-то вообще через черточку пишут на вот поэтому это очень условно и что из этого выходит напоминаю что когда у меня спрашиваете покупая у меня гранат какой-то да это какой вот как он называется это спесарти им или нет часто тяжело ответить потому что это как раз есть та самая переходная форма более того лаборатории многие между собой не договорились вот по их версии это одна форма по вот версии вот этих других это совсем другая форма зависит от этого цена нет не зависит цветных камнях название как бы вообще мало играет роли главное этот цвет если цвет яркий камень стоит дорого ну или какой-то определенные там помните у нас этим гранаты мало я да там вообще цвет не писать в принципе словами вот и он не сказать что яркие но вот он модный многим нравится мне в том числе так давайте сегодня поговорим про окраску гранатов но кто таблицу изучал внимательно там уже все понятно но давайте остальным поподробнее кто не любит таблиц изучать да давайте пару поподробнее расскажу буду зачитывать будем смотреть картинки так вот пока можете рассматривать таблицу к сожалению другую таблицу к сожалению на плохого качества и и автора я не нашел в сетях соответственно купить хорошем к разрешении не смог но вот какая есть причем видите да что смотришь сразу понятно что это таблицу составляли давно как мы это понимаем потому что если мы почитаем относительно старые учебники по гемологии ну не знаю лет 15 назад и и дальше да то там будет написано что гранат бывает практически любого цвета и оттенка кроме синего и голубого а тут раз и на мадагаскаре нашли месторождение синие голубых гранатов на вот а тут таблицы еще нету ну вот кто-то и кстати многие до сих пор учатся по этим старым учебником по этим старым таблицам поэтому я не удивлюсь что современные молодые выпускники каких-то гемологических факультетов когда они выходят из универа они тоже считают что синие гранатов не бывает я не удивлюсь потому что он учебники перепечатывать под каждый новый найденный камень вряд ли успевают их находят слишком много и часто так это мы отвлеклись давайте приступим гранат состоящий только из окислов кальция магния алюминия кремния совершенно бесцветный я показывал вам бесцветные гранаты красивая штука мне вообще нравится почему-то или бесцветные камни да вот румалины и гранаты циркуоны или вот чтобы там чуть-чуть такой еле заметный какой-то вот оттеночек был я помню что я показывал бесцветный гранат то есть вообще без хромофоров совсем прозрачный но я боюсь что это было года три назад в каком-то из выпусков ко мне недели если я сяду все присматривать я просто потрачу на этой неделе если вдруг я случайно вспомню я сюда приплю если нет но возьмите любой бесцветный камень допустим бриллиант да но в принципе обыватель наверное на глаз не отличить так вот значит бесцветным окрашивают минералы группы граната примеси хромофоров окислов железа хрома титана и некоторых других металлов таким образом цветовая гамма минералов группы граната очень разнообразно раньше считалось что гранаты могут быть любого цвета кроме синих это я уже сказал немножко забежал вперед но с недавнего времени на рынке периодически появляются голубые и синие гранаты вот смотрите картинку через мои руки проходили такие и то есть вот эти голубые и синие это редкость а среди них еще намного реже встречаются гранаты со сменой цвета собственно вот как раз на картинке мы такое наблюдаем я не скажу то есть я их же увидел много раз я не скажу что прям вау что-то вот да если мы любим синие камни то конечно же с сапфиром василькового цвета или с кобальтовой шпинелью этот гранат не сравнится он будет проигрывать то есть это больше как редкость инвестиции все редкость стоит дорого я думаю что если его сделать с ним вот с таким гранатиком с мадагаскара синим колечко классической с бриллиантами на аукцион прям вот с руками оторвут это железно чем я собственно и планирую заниматься когда поеду мадагаскар искать такие камни там здесь я забыл ставить картинку одну смысле показать и рассказать поэтому давайте сейчас делаем такую ставочку на данный момент по характеру изоморфных замещений выделяют две подгруппы гранатов одна группа объединяет минералы альмандинового типа и названа по начальным буквам основных его членов перопа альмандина из писартина получается пир аль спиты да пир аль спиты или алюминиевые гранаты это у нас на картинке красный овал вторая группа андродитового ряда уравит гроссуляр андродит у гранди ты называется эта группа или кальцевые гранаты просто дальше будут следующих сериях использовать эти термины поэтому нужно про них было немножко объяснить а я забыл дальше окраску коричневых тонов кальцевых гранатов гроссуляра андродитового ряда могут вызывать ионы трехвалентного железа для без кальцевых гранатов альмандинов перопов с писартина в характерны преимущественно красные тона окраска может быть вызвана ионами железа и марганца а также хрома и титана но примерно мы понимаем что является хромофором окраску альмадина вызывает ионы железа и марганца окраска перопов объясняется изоморфной примесью вот такой давайте я буду еще показывать вам буковки да потому что кто-то на слух хорошо воспринимать информацию а кто-то на глаз окраска с писартинов вероятно вызвано вот такими хромофорами почему вероятно потому что опять же забегая давайте пересмотрим первую часть как интересно да я там рассказываю что вот одно так все изменчиво бывают переходные формы помните как шпинели смотришь прям супер кобальтовый цвет сдаешь его в лабораторию а там кобальта вообще нет хромофором является железо но вот она в такой валентности что цвет прям кобальтовый а бывает наоборот что цвет вообще не алё такой темно-сине-сероватые у шпинели а она там прям кобальт из неё вываливается в разные стороны а цвет подкачал с гранатами тоже самое поэтому угадать вообще невозможно зеленая окраска у воровитой демонтоида вызвано хромом хром дает как красный так и зеленый цвет при небольшом содержании хрома замещающего алюминий окраска красная при большом содержании хрома изменяется размер октаэдра окраска становится зеленой воровите в отличие от перопа вот эти вещества заменяют замещаются вот на вот эти вещества что приводит к смещению широких повоз поглощения в красную область спектра так дальше я тут стараюсь прям совсем сложные технические моменты пропускать кстати пересматривайте если вы интересуетесь камнями до присматривайте зондопедию хотя бы иногда потому что я в телеграме у себя провожу как-то неудачно сегодня лампочка светит глаза я у себя в телеграме провожу опросы и что-то прям бывает что у меня сильно расстраиваете фанаты занудопедии соответственно занудопедики до выложил недавно это отвлечение от темы вчера мне кажется я выкладывал сапфир он кривой и некрасивый это понятно но это как раз вот супер редкий случай когда невооруженным глазом можно понять были проведены была проведена термическая обработка или нет вот посмотрите включение да то есть там были некие кристаллы или включение они при нагреве лопнули дали вот такую очень характерную трещину я об этом подробно рассказывал показывал в зондопедии про корунды прямо отдельно есть серия про корунды вот найдите и пересмотрите спросил у себя в телеграме в чате казалось бы там же самые фанатские фанаты сидят что скажете о камне но чего попало там писали что это янтарь что негретый что это сафир но негретый что он некрасивый что он кривой и т.д. и т.п. кто-то писал точно не греты сто процентов не только лишь каждый написал что да он явно греты и вот даже лупой микроскоп не нужны просто пальцами берешь глазами смотришь все понятно становится такое бывает крайне редко снова нужно смотреть микроскоп или в лупу далее вернемся к теме гранатов гранаты относятся к важнейшим породообразующим минералам они образуются в широком интервале температур и давлений в различных средах участвуют в образовании многих месторождений полезных скопаемых минералы группы гранаты широко распространены по всему миру источники ювелирных разновидностей находятся на всех континентах земли я сначала думал делать карту но потом понял что просто у нас будет весь земной шар зарисован точечками разноцветными потому что их находит действительно вообще везде я не знаю страны где гранаты не находят то есть они реально вообще из везде есть поэтому карту карту не стал делать и даже я не знаю список стран у меня есть только вот это супер основные да их тут штук 50 примерно я думаю что даже не надо страны зачитывать потому что в принципе от закрывать и глаза глобус раскручиваете и так пальцем чик тыкайте как мы в детстве делали где буду жители куда я поеду путешествовать там точно есть гранат сто процентов другое дело что они будут очень плохого качества вот кстати метод списке из монголия недавно на меня вышел какой-то человек который предложил у него перекупить месторождение то есть он купил месторождение монголии и не понял что с ним делать вообще в принципе ну то есть он из другой среды совсем никогда этим занимался соответственно не понимает хорошие это или плохое и куда это все продавать и как он это купил я не понимаю до конца но я же не могу такие вопросы сдавать там издеваться смеяться над человеком но это все равно что вот я в машинах ноль вообще да вот я сейчас приду на авторынок где-нибудь в родном белгороде меня там разделают просто в три секунды вот также этот чек попал в неприятную ситуацию в монголии есть у нас алые гранаты я не знаю какой группе они относятся но они сто процентов полностью не ювелирного качества я знаю что чехи их давно начали покупать и заливать всякими там стеклом краской там обогараживать в общем обогараживать так что там от гранат практически ничего не остается ну вот он миссии дал видос я не буду их выкладывать это некрасиво до материала там материал жуткий ну примерно такого же качества как у нас в карелии например тоже гранаты есть но они все раздавлены ледником я отказать не знаю в монголии был ледник не было но тоже все трещиноватое пористое полностью то есть не годится для заливки в чехии наверное да гранат необычайно разнообразная группа и практически нет месторождений в которых находились бы одинаковые гранаты это действительно так гранаты в одном вот месте ты копаешь ты можешь находить вот разные по цвету до вспоминаете например гранаты от нашего дедули который живет в танзании в саванне где воды нет на большой глубине нигде да у него там самые разные розовые фиолетовые ярко-алые и бывает что один камень вот он прям полихромный редко но встречается при выветривании гранаты как химические стойки минералы долго не разрушаются и приходит в россыпи что имеется ввиду я уже об этом рассказал много раз ну давайте заново вдруг тот новенький смотрит то есть изначально происходила какая-то вулканическая деятельность формирование поверхности земли кстати сейчас уже условия изменились и когда бывают вулканы до газы и камни у нас сожалению не появляются вон в индонезии вулканы бомбят постоянно да что-то там ни одной киберлитовой трубки не появилось как-то объясняют геологи гемологи условия на планете земля изменились вот к сожалению вот так кстати недавно читал где-то комментарий кто-то написал не понимаю почему эти ваши камни так дорого стоят вон вулканов сколько каждый раз когда есть вулкан появляется там россыпи минералов к сожалению нет я бы прям сразу вулкан бы ехал там вот он только остывать начал я уже с лопатой бегу вот к сожалению нет так вот вот появилась какая-то гора неважно это мрамор гранит гранаты кстати в граните тоже бывают тяжелых породах и за миллионы миллиарды лет дожди и ветра эту гору размыли и она собственно осела осыпалась да и реки запросто могут их разнести на сотни а то даже и тысячи километров как мы кстати и наблюдаем случае вот с нашим дедулей потому что именно его гранаты вот именно его цвет он бывает только в одном месте в мире вот смотрите картинки напоминаю да только в одном месте мире это бассейн реки умба собственно их называют умболиты но это опять же неправильно только некоторые из них там сто процентов если вот сдавать на анализ у него там настолько большая разновидность по спектру идет что там будет целая куча названий какой группе какой камень относится и будет сто процентов много переходных форм так вот где-то вверх по течению карту можете открыть посмотреть речка умба и умба ривер да была вот эта гора и и дождями ветрами значит выветривание и размыло дождями и это река просто пронесла эти камни прокатило то есть почему там окатыши такие находим посмотрите я когда у него был копал там окатыши вот она их катила тысячи километров вот надо где-то найти я думаю что себя организовать экспедицию и пробы брать дата где-то вверх по реке в самом начале где-то должно быть самое крупное самое богатое месторождение которое кстати пока не нашли так что у вас есть шанс обставлять еще часто думаю а сколько их в океан выкатывает да вот это же они осели и она миллионы или миллиарды лет катила и может быть 70 процентов по наскотивого океана 30 процентов по дороге там где-то остались вот это тоже все интересно довольно так дальше давайте разбирать по группам начнем с альмандина так месторождения много южная африка германия сша индия мадагаскар финляндия австрия альмандины ювелирного качества добывают на шри-ланге коммерчески малозначимое месторождение обнаружены еще как минимум в 30 странах и сто процентов это устаревшая информация в справочниках реально там я думаю что стран наверно 50 60 в россии крупнейший в мире запасы альмандина средоточены на кольском полуострове но к сожалению если вы сейчас кинулись покупать билет они все трещиноваты и пористые и не ювелирного качества об этом мы говорили в первой части бывает его также на урале и в карелии вот смотри смотрим картинку гигантский кристалл граната альмандина диаметром почти 20 грамм ой 20 сантиметров весом более трех килограмм мне подарили в афганистане когда я был такие вот гранаты ничего не стоит от чисто сувенирная вещь мне подарили вот смотрите такой кристалли как а тышь я не сдавал он и она анализ но я думаю что скорее всего это тоже альмандин то есть ведь афганистана тут справочники списках не было вот смотрим коллекционный образец альмандина в графитовой пародии далее радолит пурпурно-красная разновидность граната пироп альмандинового ряда это вот смотрим опять таблицу вот смотрим пироп альмандин условно это минеральная смесь пиропа с альмандином соотношении примерно 70 30 химическая форма у него смотрите вот такая твердость 7.25 в торговлю все пурпурные гранаты наиболее привлекательного цвета относят к радолиту но это не совсем так вот то о чем я вам говорю же две серии диагностировать радолит можно по показателю преломления он диапазоне 1.745 1.761 но но естественно бывают исключения да то есть бывает что вот смотришь точно ну по цвету точно радолит а преломление у него другое то есть это вот такая ситуация она плавающая среди все красных гранатов благодаря привлекательной окраски радолиты стали самой популярной и достаточно дорогой разновидностью окрасных гранатов цена за карат может достигать 1000 долларов и больше лучшие радолиты поступают из танзании мозамбика и мадагаскар вот мадагаскарский видел но мало танзании ясное дело мы у дедули их добывали и покупаем мозамбик не видел никогда не знаю может быть есть не буду спорить так и вот смотрим они бывают яркие бывают не яркие бывают прям вот черным потоном как я люблю бывают мутноватые бывают совсем бледненькие некрасивые вообще какие-то серо-розоватые да вот любой из этих камней может называться радолитом при условии что показатель преломления будет от 1.740 до 1.760 но смотрите вот тоже давайте такой пример я хочу чтобы это точно усвоили вот берем вот это видео супер яркий дал у нас гранат и берем вот эту вот фоточку серо-розово какой-то водянистый непонятный да у них может быть показатель преломления одинаковые то есть это точно будут радолиты но цена естественно будет отличаться очень сильно то есть ведь я о чем здесь говорю что не технические параметры преломления включение до места вот в этой таблице которую мы уже не один раз смотрели важно а важен все-таки цвет цветных камнях как ни странно так ну вот мы фотку можем посмотреть необработанный радолит это как бы для нас не новость мы такое видали много раз и добывали вместе с вами умболит это вот мы где дуле приехали но опять же сто процентов у него не только умболит вот я в этом уверен кстати надо для интереса поздавать его разные камни у меня сейчас наверное больше десяти его камней на анализы посмотреть что напишут опять же вот в одной лаборатории напишет одно в другое другое но все равно интересно 2015 году на рынке камней появился новый гранат с очень ярким фиолетовым оттенком первое месторождение было найдено в районе реки умба в танзании вторая находка в районе марагора марагора тоже я был там их добывают они во первых плохого цвета во вторых там какие-то количество совсем мизерные то есть но я называю нестабильное месторождение то есть сегодня один нашли потом месяц не одного потом сентябре 3 потом до нового года опять ничего у дедушки все-таки понажористей месторождением гранат такого оттенка не встречается больше нигде вот вам не обработанный умболит тоже мы смотрели но я вам показывал окатыша в основном а тут ведь такой он не не окатилась он видимо где-то осел и там лежал все этими в почве по свойствам гранат умболит твердый раствор перопов альмадина списартина примеси элементы оказывающие влияние на цвет хром и ванадий показатель преломления 1.750 так вот картинка пожалуйста они обработаны обработаны рядом и иногда у таких гранатов наблюдается эффект смены цвета но ведь он какой-то незначительный совершенно мне много раз показывали я вам когда-то показывал да они прям хотят какие-то в основном таланткиицы дедуля никогда на эту тему на меня не пытался там это денег снять меня да то есть они светят фонариками разными ланкийцы говорит смотри это со сменой цвета стоит очень дорого называют какие-то цены не меняемые совершенно но такой с бледно-фиолетово никого на бледно-фиолетово розоватенький меняет цвет свой я не впечатлился ни разу то есть ни разу я не видишь так вау прям супер пока конечно по смене цвета чемпион мира по моему рейтингу личному до чемпион мира это александрит конечно же особенно меня впечатляют бразильские и на втором месте для меня лично это корунды конечно сафиры со смены цвета бывает кардинально прям сильно с там с ярко-фиолетового на ярко-ярко-синий так дальше спесартин или он же спесартит это наши массайские гранаты но не всегда исключение бывает бывает переходные формы спесартин довольно распространенный минерал из группы гранатов марганцы содержащий алюмогранат назван по местности спесарт в баварии я был впервые обнаружен 1832 году цвет оранжево-красный оранжево-желтый оранжево-коричневый оранжевый прозрачные вильярные разновидности встречается редко чаще в чаще он находится в виде сильно трещиноватых и малопрозрачных кристаллов иногда достаточно крупных химическая форма вот такая смотрите причем до массайские гранаты видите они тысячи новатые там очень много включений которые придут не о новости вот как пара ибо допомнить я когда-то звал что это оранжевая пара ибо или массайская пара ибо добывают их чистые вот прям практически полностью чистые но они стоят очень дорого только закуп для меня от 5000 долларов так вот смотрите я в телеграме очень много выкладываю кристалликов этого граната спесартина опять же он выглядит как спесартина так по сертификату может быть что-то другое с росток кристаллов вот просто кристалл спесартина танзания это как раз скорее всего из нашего месторождения с вами вот вот поближе видите он уже жизнью помотаны и покатаны течениями но у него еще грани не стерты а так он весь исцарапанный спесартина часто наблюдается большое количество газовых жидких включений прозрачность камня яркого прозрачный камня яркого цвета стоит очень дорого об этом я уже говорил спесартина отличается высоким показателем преломления благодаря этому он ярко и хорошо играет показатель преломления 1.790 тире 1.820 ну вот смотрим яркие спесартины но естественно сегодня вот я только снимал как и все чудес не бывает как и все любые гранаты и вообще любые драгоценные камни если света мало он еще как-то держится если света вообще нет ну то есть прям совсем такой сумрак да он гаснет но допустим я сейчас сижу у меня включены здесь 7 лампочек в люстре если станется одна он станет просто бурый сейчас он будет что-то вот показывать еще выпендриваться на улице конечно они горят но опять же не в каждую погоду если все небо затянуто черными тучами он может погаснуть до коричневого самыми дорогими чистыми считается ярко-оранжевые мандариновые гранаты из намибии из намибии и из нигерии этот который от 5000 долларов за карат закуп то есть а так реально я говорил уже до что я даже не представляю сколько не стоит там вот в каких-то брендах где их продают они часто содержит скопление без бесцветных двухфазных включений которые эффективно отражают свет вызывая свечение камня это как раз вот та самая мутная здесь которая такого свечения неоновая дает значит как раз микро включение их вызывают их можно рассмотреть в микроскоп всегда с писсартины хорошего качества встречается в бирме по справочнику вживую я не видел ни разу может быть есть не знаю не видел вот смотрите картинку списартин с большим количеством характерно газово-жидких включений то есть там прям как будто такая микрокосмос какой-то да вот смотрите видосики мои тоже так вот любопытная картинка редко встречается с писсартины с эффектом астеризма то есть он по себе сам по себе некрасивый и мне попадались гранаты не один раз я вам это показывал с шести лучевой звездой и бывают у нас четырех лучевой звездой там прям как крестик такой бегает но всегда если гранат звездчатый он некрасивый красивого звездчатого граната я не видел ни разу опять же исключение сто процентов и есть вот всегда ведь я неправильно сказал всегда когда я такое видео он был некрасивый эффект звезды в этом списартине обусловлен сложным рисунком пересекающихся ориентированных рутиловых игл и микро включение полевого шпата вот любопытная картинка это срез под микроскопом вот тут видно ну плохо конечно но если постараться можно рассмотреть смотрите от верхняя самая верхняя часть картинки там как будто в точечками покрыта поверхность это как раз выходят вот эти вот кристаллики рутила или полевого шпата месторождение списартина до 90-х годов списартины были известны лишь как редкие коллекционные камни крупных самостоятельных месторождений больших скоплений и больших скоплений не образуют кристаллы списартина как правило извлекают попутно при добыче дорогих минералов девяносто первом году оранжевый списартин ювелирного качества обнаружили на севере намибии в девяносто девятом году в нигерии об этом уже два раза говорил последнее время камни хорошо хорошего качества стали добывать мозамбики никогда не видел вот но это не значит их нету надо поехать посмотреть поискать небольшом количестве списартины встречаются в бразилии бирме она же мьянма мадагаскаре танзании шиланки норвегии швеции мексики италии мадагаскар сша это только небольшая часть стран где они встречаются но опять же там или месторождение стабильные или качество не ювелирная да в россии на среднем урале восточной сибири и в карелии так сколько может 30 минут с вами сидим давайте на сегодня закончим будем часто но по чуть чуть дальше уже будем следующие цвета разбирать вот все всем всего хорошего пока